В Екатеринбурге, в мультимедийном парке «Россия. Моя история» известный писатель и мечтатель Александр Проханов официально, правда без перерезания красной ленты, открыл Академию Русской Мечты. Кто-то не очень мечтательный спросит, «Эт чё, новый вуз что ли какой? А это самое, как её... А, Академия, она при президенте будет?» Согласен. Сочетание таких трёх слов, как «Академия Русской Мечты», вызывает вопросы, а у кого-то и резкое отрицание. Александр Проханов, главный и единственный идеолог Академии Русской Мечты, не скрывает, что многие люди, которым он рассказывал об Академии, или тихо отходили от него, или крутили пальцем у виска, и только Свердловский губернатор Евгений Куйвышев его выслушал, понял и поддержал. И именно поэтому честь открытия Академии Русской Мечты выпала Екатеринбургу. А чё, мы ж опорный край державы, кто если не мы? Это может звучать весьма экстравагантно. И не всякий человек может войти в это и заинтересоваться, сделать своим. Многие из тех, с кем я говорю, они как бы молча отходили. Некоторые сирования, иные отмахивались. А на Урале, как и в некоторых других регионах, вот эти мои скитания и моё такое паломничество, оно нашло отклик, живой и мгновенный отклик. И отклик у губернатора, и отклик у близких к нему людей. Я знаю, что на Урале очень сильная такая среда интеллектуальная, очень сильная интеллектуальная среда, потому что Урал это одна из столиц наших. И вот здесь это всё завязалось. Кстати сказать, сразу после церемонии открытия Академии Русской Мечты, Александр Параханов поехал в резиденцию на встречу с Евгением Куйвышевым, где речь зашла, конечно же, про Академию. Была прекрасная аудитория, непростая. Это были интеллектуалы ваши свердловские. Я пробел сначала. И думал, может быть, я слишком многослойен. Но потом, мне кажется, я владел вниманием. И вопросы, которые задавались, свидетельствуют от того, что вот эта идеология как бы была не чужая. Спасибо вам, что поддерживаете. Я знаю, что вы на пресс-конференции это сказали. Ну а как, ну, заряжаюсь от вас энергией для обсуждения таких важных, на первый взгляд, простых, на второй взгляд, очень сложных. А на третий – неразрешено. Если вкратце рассказать об академической русскомечтательной идее Александра Проханова, то даже он сам, наверное, вкратце не сможет это сделать. Но мы, послушав довольно-таки длинный рассказ писателя, попытаемся, конечно, с его помощью. Ну, во-первых, Академия русской мечты – это пока что не здание с колоннами. Это прежде всего люди, академики, мечтатели, интеллектуалы, писатели, короче, все, кто хочет и может разобраться, в чем на сегодня заключается русская мечта. О чем чает сейчас русский народ? Ну, русский, конечно, сказано в широком смысле, без перечисления всех национальностей, входящих в русский мир. На всем протяжении многовековой русской истории наиболее думающие граждане прописывали и прорисовывали некий идеал, мечту, которой жил народ в то или иное время. Так вот, мечтательные академики должны, по замыслу, эти все мечты прошлого проанализировать, на этом основании нарисовать сегодняшнюю русскую мечту, ну и как-то совместно ее реализовать. После 91-го года мы живем как бы в анонимном обществе. По конституции у нас запрещено заниматься идеологией, и вот наше развивающееся общество государства, оно живет как бы в интеллектуальной тени. И мы до сих пор не сформулировали основной смысл сегодняшнего государства. И этот смысл нельзя сформулировать как бы с кондачка, его не выудишь из пруда удочкой, его как раз нужно формулировать, исходя из этих вековечных чаяний. Академия русской мечты выуживает вот эти огромные представления, огромные знания, сверяет им между собой, и стремится сегодняшнему миру, сегодняшнему нашему обществу дать реальное имя, чтобы мы покончили с анонимностью. Такое впечатление, что Александр Проханов мечтает создать идеальное, счастливое общество, ну, чтобы не сказать, Царство Небесное, на земле. Это довольно-таки странно, ибо, судя по речам Александра Андреевича, он человек православный, часто делает отсылы к Библии, и он не может не знать, что в этом мире Царство Небесное невозможно. Нет, ну, есть, конечно, религии, которые говорят обратное, и кое-кто до сих пор ждет Спасителя, не приняв Христа, но это не русский, не православный путь. Вторая задача вот этой Академии мечты стоит в том, чтобы все сегодняшние деяния, которые предпринимает власть, президент, народ в целом, чтобы они тоже не висели в пустоте, в воздухе. Вот вчера Владимир Владимирович высказал огромную вот такую программу на следующий год, на следующий этап политический. Но все его постулаты, как мне кажется, можно поместить в огромное поле исторических наших представлений и стремлений. Каждый из его постулатов касается ли это продолжительности жизни, касается ли это сопротивлению западного влияния, касается ли это даже мусора и свалок. Все это ложится в наше национальное огромное представление. Так вот, чтобы современные политики, крупные, и не только крупные, и губернаторы, и главы поселений могли свои деяния сопоставлять с этой огромной национальной задачей. Пока непонятно, кто будет в списках Академиков русской мечты, где и когда они будут собираться, какие конкретно вопросы обсуждать, но, думается, все организационные детали решатся быстро. Пока заявлена только идея, ну, а мясо на нее нарастет. Потому что в списке предполагаемых Академиков люди, ну, мягко говоря, не бедные, твердо стоящие на земле, но при этом все-таки мечтатели. Я вот в прошлый визит, я был у Симановского, у Андрея Моисеевича. Мне бы, я в одно касание подошел к его идее, к его затее, к его философии, но чтобы его опыт, его вектор был осмыслен, и он был внесен в список уральских мечтателей. Или, например, к азицы, Андрей, чтобы его опыт, его сознание было интерпретировано как уральская мечта. Или потрясающий человек у вас, живет Тетюхин в Нижнем Тагиле. Это потрясающий человек, он не уральского разлива, а, может быть, даже не российского, вселенского. Потому что раздая имение свое, это главный евангельский принцип. И он здесь у нас под боком живет, чтобы он был осмыслен как мечтатель. Мечтатели это есть, как говорил Чернышевский, это тыин в чаю, соль в соли земли, букет в благородном вине. Вот они, эти мечтатели среди нас.